Мы обсудим задачу о разрезании пенцы и еще несколько задач про разрезание. На плоскости проведено, ну скажем, есть эта задача, а применение. М прямых общего положения. На какое наибольшее количество кусочков может при этом распасться плоскость? Следующая задача. На плоскости проведено N окружности. На какое наибольшее количество частей может распасться плоскость? Или в пространстве проведено N окружности. Но эта задача уже трудная. Если можно еще ставить аналогичные задачи, скажем, проведенные не окружности, а нарисованы треугольниками, N треугольниками, или что-нибудь еще, скажем, N углов, на какое наибольшее количество, или N квадрат, или N сфер, на сколько делят пространство. В общем, ребята, надо научиться подсчитывать, на сколько областей дерев, там, или плоскость, или пространство, или что-то, какие-то объекты. Это, по большому счету, одна задача. Почему это любят называть задачи о размязании пиццы, вы, наверное, уже догадались. Это такая великая мечта о том, что нам принесли пиццу огроменную размер, и дали нам ножик. Знаете, бывают для размязания пиццы такие круглые вращающиеся ножи, да? Вот, и дали нам ножик, и мы начали. Раз, два, ну и так далее. Вот, и сколько получится пустов. Так, а вот интересно, пиццу вот такой длины, кто-нибудь засъел? Да. А, если человек подняли руку, дело в том, что действительно есть пиццерии, где готовят пиццу не круглую, а не очень широкую, но очень длинную. А, нормально. Вот, ну, сейчас разгороднее о том. Сейчас все-таки у нас пицца это не полоска, хотя все-таки не будем говорить про пиццу, потому что, если что, у нас полоска. И давайте номеровать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот вам три прямые, семь частей. Особенно будет смешно, когда будете рисовать семь плоскостей в пространстве. Одна окружность делит плоскость на две части. Две прямые я даже рисовать, не буду понятно, что на четыре. Две окружности стоит нарисовать, но тоже не проблема, а тоже на четыре. Заверите, пока что разницы вообще нет. А может быть на три? Что? На три можно. Нет. Я все время говорю, на какое наибольшее. Дело в том, что если вас интересует, на какое количество частей можно, то это вообще получается научная проблема. Потому что при больших N узнать, а вот такое количество частей бывает или не бывает, так просто. Максимальное количество частей найти легко. А вот все варианты не так просто. Так, давайте. Три прямые, тогда семь частей. Три окружности... Три окружности... Сколько? Толстые. Нет. Восемь. Восемь. Три окружности восемь. Впервые возникла разница. Четыре прямые, надо как-то рисовать. Одиннадцать. С окружностями все будет гораздо хуже, потому что я же не знаю, а как рисовать, чтобы было наибольшее разница. Сколько, чтобы все окружности пересекались? Понимаете, все окружности пересекались, наверное, да. Ну а как доказать, что это наибольшее? Ну давайте так, я нарисую как. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Тринадцать, 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 четырнадцать. Нет, все-все, уже дальше не все пойдет. Ребята, а вот в этот момент я объявляю за посту, потому что мне очень интересно, что вы дальше посчитали бы. До этого момента все будет. Пожалуйста, абсолютно аккуратно. Рисуйте, какая у них окончательная формула. Потому что это, конечно, замечательно, найти для нескольких первых, но цель здесь наша не в этом состоит, а научиться для любого n узнавать, на сколько частей, на какое максимальное количество частей могут разбить n прямых, или n окружности и космоса. Когда опять примут, сколько частей? Шестнадцать. А? Шестнадцать. Шестнадцать. Это правильный ответ. Если так, правильный. Сколько? Три шести глазка, а три семейца. Так, ответ правильный. Так давайте для окружности пока не будем писать, а доказать. А доказательство у вас есть? Он нарисовал какие-то, где-то там профиляты. Но он ее нам не показал. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы вы объяснили лучше без третий, почему же пять прямых делят плоскость, в наилучшем случае, на шестнадцать частей. Дело в том, что если вы это сделаете, то есть все исключательно, позволит нам дальше продолжать таблицу, не рисуя каждый раз. К предыдущему количеству прибывок прибавляем следующее. Вы хотите сказать, что два плюс два — четыре, четыре плюс три — семь, одиннадцать, пять плюс один — шестнадцать. Вот это, так сказать, да? Отлично. А почему? Нет, а почему? Во-первых, рекуррентная формула — это уже хорошо. То есть, если вот у вас есть, давайте для n прямых обозначать это количество f от n, да? Вы хотите сказать, что если у вас есть n, под которым написано f от n, а под числом n плюс один написано число f от n с дефиницией, то, внимание, закономерность f от n плюс один, это f от n плюс n плюс один. Вы это хотите доказать, правда? Отлично. Доказывайте. Объясняйте, почему это так. Были n прямых, плоскость была разбита на f от n частей. Провели n плюс первую прямую. Что получается? Что происходит, когда проводишь n плюс первую прямую? Да, пересекаем. Что будет? Не слышу. Насколько увеличивается количество частей? На... Почему? Почему при добавлении к n прямым еще одной добавляется n плюс одна часть? Почему прибавляется именно n плюс один? Ребята, проанализируйте, пожалуйста, два рисунка. Вот здесь рисунок. Три прямые, семь частей, а здесь рисунок. Четыре прямые, один... f от n плюс один, это f от n плюс 1. r плюс один. У вас прозвучала уже разумная выставка, что и когда проводим прямую, добавляется n плюс одна часть. Осталось объяснить, а почему добавляется n плюс одна часть? Действительно, возникают новые части. Некоторые части, проведенные прямой, делятся на части. Это правда. И что? Проводим n плюс бир веную. И что происходит? Что... Сколько частей при этом разрезано? Неизвестно. Неизвестно. Садитесь. Я думаю, что прямая делит... Громче. Невозможно так говорить. Я думаю, что прямая делит... На максимальное количество, когда прямая проводит через все прямые, и еще добавляет одну часть. Почему? Да. А вот почему... Дополняет эту часть, я не знаю. Граво, лица, прямая. Вот какая-нибудь... Ну, я не знаю, какую из этих прямых считать. Новый. Давайте сделаем так. Я саду, нарисую несколько прямых. Скажем, вот это раз прямая, два прямая, три прямая, четыре прямая. Это все старые прямые. А вот теперь я рисую какую-то прямую новую. Пунктируем. Отлично. И вопрос. При проведении новой. У меня были четыре прямые. Новая, пятая прямая. Сколько возникло новых частей? Три. Пять. Три. Вот эта часть была старой, ее никто не тронул. Эта часть была, ее никто не тронул. И эта никто не тронул. А вот с некоторыми частями произошло такое явление. Вот часть была, а ее разрезали. Что такое разрезали? Это значит на самом деле добавилась еще одна часть. Здесь был такой треугольник, стал треугольник и другой. Еще одна часть добавилась. Здесь часть добавилась, здесь добавилась часть, и здесь добавилась часть. господа, вот давайте те места, где добавились части, как-нибудь отметим. Например, вот этот луч добавляет часть. Вот этот отрезочек режет, было, было, ну, треугольник, стали две части. Значит, это такая. Вот этот тоже режет, здесь режет, и здесь режет. В результате возникли пять новых частей. И вот эти вот кусочки, это точность привели в прямую пятую пенаду. И видим, что добавилось из предыдущих пять частей. А почему их пять? А потому что точек пересечения составили четыре. четыре. Но еще есть луч. Ребята, когда у вас есть прямая и одна точка, то она делит на две части. Когда на прямой две точки, прямая разделена на две части, получает ряду. Когда три точки, прямая разделена на два, если получат то есть четыре части. Когда n-точек, то прямая разделена на n-точек. Поэтому рекуррентная формула вот такая. Отлично. А значит, я пришла, не могу продолжать выполнять таблицу, совершенно завтра ставлю. Пишу здесь 8, 3, 7, ну и так далее. А теперь очень важный вопрос. Понимаете ли вы, как записать, например, число 29 через вот эти вот предыдущие числа? Что такое 29? Это 7 плюс 22. 7 плюс 22. 6 плюс 16. Что такое 16? Это 5 плюс 11. А что такое 11? 4 плюс 7. А 7 это 3 плюс 4. А 4 это 2 плюс 2. А 2 это 1 плюс 1. Ребята, посмотрите, что это такое. Это сумма всех чисел от 1 до 7 и еще и 1. Вообще-то, за то, что занятие мучили, так называется, это число. Кто-то не помнит? Сумма первых n натуральных чисел. Что это такое? И формула для них была. Сумма чисел от 1 до n. Чему равна? Делёная дата? 20. Ребята, соответственно, вот это вот, это 7 на 8 пополам плюс 1. Это прошу 7 на 8, 56 пополам будет 28, 28 плюс 1 действительно 29. Все правильно. Значит, значит, общая формула для f от n будет у нас какая? n миллиона натуральных чисел. f от n. Это сумма всех чисел от 1 до n. А мы ее знаем. Это n. И еще плюс 1. То есть, n умножить на n плюс 1 пополам и еще плюс 1. Слушайте, мы молодцы. Мы решили одну из двух задач.